Добрый вечер, это проект «Совещание». Сегодня мы снова говорим на важную тему. Сегодня мы продолжаем тему экспресс-недели тестов на ВИЧ. Мы сегодня общаемся с гинекологом Центра СПИДа Лилиана Фредовна Кваша у нас в студии. Здравствуйте. Доброго вечера. Начнем, наверное, с теории. Чем занимается ваш Центр СПИДа и что делаете вы в нем как гинеколог? Ну, давайте сначала расскажем, что Центр СНИДУ находится на Никопольском шоссе 4Г, потому что, возможно, много людей этого еще не знают. В районе конечной скоростной травы, кольцевой. Ну, практически. Наши фаховцы Центру – это лекарь-инфекционисты, педиатр, психолог. Мы дадим как профилактическую помощь, диагностическую у нас есть лаборатория, и лекарственную помощь уже, власне, людям, которые живут в ВИЛ. Я хотел бы, да, начать вот с вашей профессии. Что именно вы делаете? Значит, я как гинеколог, прежде всего, я занимаюсь вагитными женщинами. Потому что для любой вагитной женщины, которая узналась про свой статус, конечно, это шок насамперед. Поэтому, после того, как она узнает, конечно, все они скироваются до Центра СНИДу, для того, чтобы мы або подтвердили, або спростовали этот диагноз. И, в основном, вся моя работа заключается – это общение, лекарство, профилактическая работа, и сделать так, чтобы эта женщина смогла народить здоровую дитину. Вы один из главных людей в городе, которые помогают ВИЧ-инфицированным людям родить здоровых детей. Какова статистика по городу среди беременных женщин? И вообще, какова статистика по городу ВИЧ? Мы просто не раз эту статистику упоминаем на этой неделе, после интервью с вами. У нас еще будет интервью, которое будет касаться этой темы. У нас будут представители Министерства социальной политики. Ну, вот сегодня поговорим о вас и о той статистике, с которой сталкиваетесь вы. Ну, на сегодняшний день, на 1.11 по городу зареєстровано 24 814 ВИЛ-инфикованных людей. Из них 55,6% – это мужчины, и 44,4% – это женщины. Звичайно, что на фертильный век, то бишь, это век репродуктивный, в котором люди плануют вагитность, власне, народжуют детей, припадает самый больший процент в ВИЛ-инфикованных. Это от 18 до 35 лет. И количество пологов по городу практически стало. Хочу отметить, что за последние три года у нас нет такого высокого приросту ВИЛ-инфекции. Мы десь тримаемся на певном уровне. Это 1200-1300 новых випадков инфекции. Среди вагитных – это в большинстве 60% тех, которые впервые знали про свой ВИЛ-статус. И более 40% – это те, которые уже знали свой статус и пришли за другую дитинку, або третью дитинку. В основном, народжуют десь более 200-230 женщин. Из них – ВИЛ-инфикованных в рік. Из цієї кількости частина сельского населения – это более 30-40 женщин, которые жители села. И решта – это жители нашего города. И вот из цели кількости, рассчитывайте, 60% впервые узнают о свой ВИЛ-статус, власне, при вагитности. Какие шансы у ВИЧ-инфицированной женщины родить здорового ребёнка? Опять-таки, мы с вашей коллегой Элой Соколюк, главой благотворительной организации «Людей, живущих с ВИЛ», обсуждали то, что вокруг таких действительно важных проблем в стране и в мире всегда ходят определенные стереотипы. Вот мы хотим поговорить о том, потому что некоторые считают, что если женщина ВИЧ-инфицирована, значит, обязательно ребёнок должен тоже быть ВИЧ-инфицирован. Я вот хочу узнать, давайте начнем с теории, какие шансы и как это происходит. Все женщины спостерегаются за местом проживания своего. Если появляется ВИЛ-инфекция, то они спостерегаются подвольно и в центре СНІДу. И для того, чтобы родить здоровую дитину, государство надает все шансы, потому что есть лекарство, это называется антиретровирусная терапия, которая на сегодняшний день по новому наказу Министерства охороны здоровья призначается, как только женщина дизналась про свой ВИЛ-статус. Поэтому, если мы вчасно, женщины вертаются за допомогой, если они вчасно обстеживаются, ставят на облак в женской консультации, то, конечно, они вчасно направляются до центра СНІДу. И тогда мы маем все шансы вчасно обстежить, призначити цю антиретровирусную терапию, в зависимости от того, какие дослежения пройшли, какие результати этих дослежений. И женщина имеет практически 100% гарантию на родину здоровой дитины. Но все зависит от женщины. То есть при условии всех ваших назначений, при условии принятия этих препаратов, как эти препараты влияют на развитие плода? Ну, вы знаете, эти препараты с конца 80-х годов, тому загал, весь мир давно используется ними. Мы используемся с ними десь с 2004 года. Сначала это была терапия в конце вагитности, хотя бы какой-то шанс давать людину. Потом мы увеличили термин, который начинается, было с 28 дней вагитности. На сегодняшний день Украина взяла на себя такие обязательства, как начинается буквально с момента виявления, и пропонуются женщине оставаться на этой антиретровирусной терапии, для того, чтобы сохранить не только ее жизнь, но и здоровье, для того, чтобы помогать дитине виховывать свою дитину и помогать ей в будущем. Как обычно роды проходят у таких женщин, и опять-таки один из стереотипов, что ребенок может быть инфицирован именно во время родов? Звичайно, что наибольшая ймоверность инфицирования, это в конце вагитности, в час пологов и выгодевания грудью. Это передача в ВИЛ. Но если женщина своёчасно начала антировирусную терапию, значит, в конце вагитности, десь в 36 недель, мы проводим повторные исследования. И если количество вирусов, это называется вирусное навантажение в крови, меньше, чем 50 копий, то есть оно снижается при правильном приеме и регулярном приеме этих препаратов, тогда женщина имеет практически все шансы родить здоровую дитину. И метод родственного, или это методом кесаревого родственного, или это через природные шляхи, не имеет значения. А скажите, бывали ли случаи, что ребенок становился в ВИЛ инфицирован уже в какой-то первый год жизни, во второй год жизни, ну, при бытовых условиях, возможно, такие ситуации? Конечно, возможно. При бытовых условиях, ну, первое за все, это гигиена. Так, каждая дитина должна иметь свои гигиенические средства. И, на превеликий жаль, у нас деколи мамочки любят поживать, а потом дать дитине вот мясо, або еще там что-нибудь, это очень... А так, практически нет. Обстежение таких деток проходит после пологи в месячном веке, потом в трехмесячном веке, и снимаются с облику эти детки в полтора года. В дальнейшем они как-то наблюдается, проводите ли вы тесты, вот, когда ребенок, допустим, живет... Чи полностью снятий с облику, нет, дальше нет, дитина здоровая вважается. Только по поживанию родителей. Так, так. Скажите, какие меры должна применять женщина, чтобы выносить здорового ребенка? Что за препараты вы назначаете, помимо вот ретровирусной терапии, во время того, как она вынашивает плод? То есть, каждая женщина, которая стоит на облику, она обязательно проводит обстежение, загально-клінічное обстежение, биохимическое обстежение. И если есть какие-то побечные действия наших антиретровирусных препаратов, на каждый препарат может быть побечная действия. Поэтому, конечно, мы назначаем витаминную терапию, первое за все. Звичайно, мы назначаем терапию, которая направлена на покращение гемоглобина, потому что анемии часто, густо, бывают и при физиологической вагитности, не только у вілеинфикованных, а у вілеинфикованных тем больше, потому что некоторые из антиретровирусных препаратов могут иметь такую побечную действию, как снижать гемоглобин. Мы сегодня уже говорили, да, о том, что ряд женщин знают о своем ВИЧ-статусе во время того, как становятся беременными. Но есть определенная категория людей, которые узнают о том, что они ВИЧ-инфицированы, именно во время того, как первый раз, может быть, приходят в женскую консультацию, после того, как узнают в домашних условиях, что они беременны. Вот я о процентах, соотношениях этих людей. Если можно, еще раз, вот по статистике, сколько вновь выявленных и в тот момент, когда люди обращаются... Вот за минулий рік, за минулий рік, вперше выявленных таких вілеинфикованных вагитных у нас было 96. Это те, которые уже... Это те, которые впервые выявили в 2015 году. На сегодняшний день из выявленных впервые, это 62 женщины. А теперь скажите, вот в процессе профилактического лечения, в процессе приема препаратов, кто более ответственно себя ведет? Те, кто первый раз выявлены, или те, которые уже знают о заболевании? Вы знаете, я не могу сказать. Есть женщины, которые очень ответственно относятся к своей вагитности, и даже в первом выявлении, хотя в них очень большой шок, но все-таки мы стараемся донести до людей, что в ней есть шансы. Большинство из тех, которые повторно, которые знают свой вилл-статус до вагитности, они приходят консультироваться, как лучше, когда лучше, какие обследования нужно пройти, для того, чтобы иметь шанс народить здоровую дитину. А с какими проблемами Вы сталкиваетесь во время общения, во время лечения, ну и, понятное дело, во время, ну, может, психологические проблемы какие-то. Что происходит и какие проблемы вот на Вашем пути в общении с ВИЧ-инфицированными беременными женщинами? Вы знаете, проблем много, прежде всего, это шок для вагитности самой, когда человек в очевидении такой приемной новости, и узнает о такой диагноз. Тем более, что у нас такой стереотип был, когда, знаете, только на начале этой эпидемии, что СНІД – это чума 20-го столетия. Это такая же самая хроническая инфекционная хвороба, как и все остальные, только единственное, что передается в она статевым шляхом, через кровь и от матери до дитини. Поэтому, когда женщина, много из них просто-напросто не воспринимает свой статус, потому что она не относится до группы рисков, а эта эпидемия давно вошла за группы рисков, и очень важно ее это воспринимать для себя, что я никуда не ходила, я не вживала никакие психоактивные речевины, и почему, власне, это за мной становится. Это одна причина таких психологических. Другая причина – это, звичайно, много из ВИЛ-инфекционных верующих относятся до певных таких категорій, и они просто-напросто спростовывают это все, что это не может быть, и я ничего делать не могу, потому что надеюсь только на Господа. Ну и третья категорія – это люди, которые вживают психоактивные речевины, никуда мы от них не надеваем, и с ними тоже очень важно работать, потому что они просто десь, они не ходят, не стоят на облик в женской консультации за ними, потом мы расшукываем их, и очень сложно общаться. Как с наличием лекарственных препаратов? На сегодняшний день мы забезпечены, лекарство является бесплатным, поэтому и для детей, и для вагитных, и для ВИЛ-инфекционных людей. В процентном соотношении, вот если из общего количества на данный момент беременных женщин, кто вот так вот качественно относится к себе, именно ответственно относится к себе? Вот какой процент? Ну вот подивиться, за минулий рік у нас відсоток передачи ВИЛ от мамы до детей становилось 4,2%. В Украине этот процент становилось 4,7%. В 2014 году у нас, самое такое я считаю, поднесение было, или как сказать, на очень мало людей, которые отмогались от антиретровирусной терапии, практически все получили женщины, у нас 0% передачи. Это очень важно. Ну, знаете, все равно есть те, которые отмогаются, есть те, которые не стоят. Да, вот большой процент делает аборты в этом случае. Ну, не дуже великий, не могу сказать точные цифры, но есть что так. Скажите, кто вам помогает в общении, лечении, психологической помощи при обращении ВИЧ-инфицированных? Мы очень тесно współпроцуем с неурядовыми организациями. У нас есть ЛЖВ и Криворижская филия. Это люди, которые живут в ВИЛ. С нами współпроцует и социальные работники, и психолог, которая присутствует на приеме у нас дважды на тиждень. И мы восстановили работу по школу вагитных, то есть, что запрошуем вагитных на эти школы. Это люди, которые уже не впервые вагитные, которые когда-то мали опыт. Это их родственные, близкие. И мы разом с ними рассказываем, разбираем вопросы, потому что не всегда на приеме у лекаря ты можешь встигнуть и ответить на все. Або люди пішли домой, а потом что-то сгадали. Поэтому эти школы вагитных мы восстановили. Обязательно працюет с ними психолог. Есть такое партнерство и работа по типу рівный-ривному, когда вілоинфикована женщина, которая уже родила здоровую дитину, рассказывает про свой опыт, как, что, какие отношения, какая помощь. Потому что это очень важно. Мы очень благодарны неурядовым организациям, которые с нами спецпросят. А кто работает вместе с вами еще в центре, кто помогает? Какие есть врачи и по каким специализациям? У нас работают инфекционисты, в основном, которые занимаются людьми, которые хворят на вилл-инфекцию. У нас работает педиатр. Я, как у Шаргинеколога, у нас есть практический психолог, есть эпидемиологи. Я хотел бы немного поговорить об адаптации этих детей в обществе. Это не совсем относится к вашей специализации, но я думаю, что вы все равно в курсе дела. Наверное, тоже интересуетесь будущим этих детей, которые благодаря вам рождаются здоровыми на свет. Насколько наша страна, насколько наше общество, насколько наша система здравоохранения, система обучения, то есть насколько она адаптирована для того, чтобы где-то хранить тайну, где-то быть толерантным. Вот насколько эти дети адаптируются к жизни. Я сейчас говорю и о детях, которые абсолютно здоровы, но имеют ВИЧ позитивных. Родители. Родители, да. И о другой категории детей, у которых, может быть, не удалось родиться здоровыми. Родители, которые проходят обстежения после родственника, мы выдаем им доведки из Центра СНИД. И, конечно, очень большое такое прохание у лекарей первинной ланки, у лекарей-педиатров, когда они получают эти доведки, что дитина снята из облика, забрали из ее карты, которая заводится на каждую дитину в поликлинице, просто забрали эти все данные, которые были до того, что это люди. Потому что есть маркировка, эти дети маркируются, они по классификации международной. Так, они по международной классификации имеют свой код, шифр. Я прошу прощения, эти дети являются, если дети ВИЧ-инфицированы, они числятся, как дети-инвалиды? Так. Если они инфикованы, то до 18-ти года они, как дети-инвалиды, получают обеспеченные деньги. Хорошо. А вы просите убрать? Это в случае, когда дети абсолютно здоровы? Мы просим забрати, если дитина снимается с обликом, если она абсолютно здоровая, это в полтора года. Тогда выдаётся доведка, и просим, ну, самим мамам, також працюем и с педіатрами, чтобы они забрали. Потому что, знаете, хай в життя дитина йде без всяких там сирых плям. Потому что, ну, на превеликий жаль, и медичных, среди медицинских работников существуют. Я хотел бы спросить, фактически, существует в системе образования, в системе медицины люди не готовы толерантно относиться и к своей профессии, и к таким людям? Ну, на превеликий жаль, такие випадки бывают. Поэтому, первое за все, мы хотим, чтобы те дети, которые уже здоровы, так, которые зняты из облика, йшли незаплямованными, скажем так. Звичайно, дуже гостро стоять питание у диток, которые имеют статус. Потому что, те дитки входят в звичайные садочки, в звичайных школах. Особливо, багато из них отримают антиретровирусную терапию. То есть, эта терапия пьется по годинах в певный час, после певного приема ежи. Поэтому, таких дитей, самим важко адаптироваться до этого, потому что ты залежишь от всего этого. И, для того, чтобы была толерантность больше вироблена, наш практичный психолог, он працюет и с педагогами, читает им лекции. Мы проводим ряд тренингов и семинаров и с фаховцами нашими лековательными заплатами. Это и лекарь, медичные сестри. Для того, чтобы уменьшить стигму и дискриминацию этих людей, особенно детей. Потому что, вы знаете, деколи дитки, это жестокость среди детей, подлитков. Она бывает. Ну и закончим нашу программу вопросом о том, как вы видите будущее от инфицированных мужчин, мужчин, женщин и детей. в наших реалиях, в наших условиях и конкретно в нашем городе. Вы знаете, вы знаете, Украина взяла на себе такий обовязок, как и весь свят. Это называется программа Fast Track, которую мы прямуемо до 90-90-90. Это значит, что 90% людей, которые знают про свой вилл-статус, должны стоять на облике, они должны отримать антиретровирусную терапию и иметь минимум вируса в крови, скажем так, по-простейшему. И если эти люди будут принимать наши препараты, мы сможем уменьшить расширение вилл-инфекции, по-перше. По-друге, мы сможем сохранить жизнь и здоровье, потому что это працездатное население нашего города. Ну и, по-третє, допомогать им плановать в будущем вагитность и выношивание здоровых детей. Тому мне бы очень хотелось обратиться к нашим гражданам, что при взятии шлюбу обязательно обслуживаться на инфекции, которые, конечно, потом оставят след в вашем жизни, для того, чтобы не иметь никаких проблем и родить здоровую дитину. Большое спасибо вам за интервью. Сегодня со мной в прямом эфире в проекте совещания на важные темы общались мы с гинекологом центра СПИДа Лилиана Фредовна Кваша была в нашей студии. Большое спасибо, что вы были возле экранов. Вы смотрели первый городской телеканал, это проект совещания, на этом ставим точку. Всего доброго и до встречи. До встречи. До встречи.